Дорогие друзья, всем здравствуйте! Вы на канале в гостях Уанушки. Сегодня я буду готовить очень вкусную выпечку, называется она ГОТА. Состав этой выпечки достаточно простой, как и само приготовление, но результат никогда никого не оставляет равнодушным. Начну приготовление теста и для этого беру примерно 200 грамм просеянной муки. В муку добавляю 130 грамм холодного сливочного масла или маргарина. Все это нужно перетереть в крошку при помощи рук, также можно воспользоваться теркой или чашей блендера. Получаю вот такую вот крошку, теперь в крошке делаю ямку, добавляю сметану и одно яйцо. Сметану я использую 15% жирности. Теперь все немного взбиваю, добавляю щепотку соли и все хорошо перемешиваю. Теперь сверху просеиваю еще примерно 200 грамм муки. Сверху на муку добавляю разрыхлитель, чайную ложку без горки. Также добавляю пищевую соду, 1 третью часть чайной ложки. Немного все это перемешаю с мукой и вымешиваю тесто. Вначале тесто немного вымешиваю вилкой, после этого переношу на стол, посыпанный мукой. Это тесто долго вымешивать не нужно, его нужно собрать в плотный хороший комочек. Тесто должно получиться мягким и нелипким. При необходимости добавляйте муку, хорошо посыпайте стол. Тесто не должно быть вот таким вот слишком мягким, но при этом его также важно не забить мукой. В общем, в тесто у меня ушло 600 грамм муки. У вас может уйти чуть меньше, все зависит от качества муки, также от размера яйца и от густоты сметаны. Получаю вот такое вот тесто. Теперь тесто нужно разделить на три равных части. Для точности можно воспользоваться весами, вес каждого кусочка получается около 300 грамм. Каждый кусочек теста я формирую вот такую вот прямоугольную форму, перекладываю на тарелку, накрываю пленкой и пока уберу в холодильник. Тесто отдохнет в холодильнике примерно 15 минут, а за это время я приготовлю начинку. Для начинки беру 250 грамм муки, муку нужно обжарить на сухой сковородке. Жарить буду на среднем огне, непрерывно помешивая. Мука должна полностью сменить цвет и у нее появится такой оттенок крем-брюле. Также очень вкусный аромат жареного ореха говорит о том, что мука уже достаточно поджарилась. У меня уходит примерно 10 минут на обжаривание муки. Главное не отходить от плиты, все время нужно мешать, чтобы мука не сгорела. Когда мука вот так вот сменила свой цвет, я ее снимаю с огня и оставляю на минут 5, чтобы она немного остыла. И после этого муку нужно просеять. Также в это время можно включить духовку на 180 градусов, потому что выпечку эту нужно отправлять в хорошо разогретую духовку. Теперь продолжаю приготовление начинки. Сюда всыпаю 250 грамм сахара. Все хорошо перемешиваю до однородности и буду понемногу добавлять растительное масло. Масло нужно добавлять постепенно, чтобы не переборщить с его количеством. Я использую обычное растительное подсолнечное масло без запаха. Добавила примерно 3 столовые ложки, все слегка перемешала и снова добавляю немного масла. В общем, у меня ушло 100 миллилитров растительного масла. Все это нужно хорошо тщательно перемешать, разбить все комочки. Вот такой вот должна получиться начинка. Если ее собрать, она держит форму и при этом она рассыпчатая. Теперь сюда можно добавить любимые специи по желанию. У меня это корица. Вы можете добавить цедру апельсина, лимона, ванилин, в общем, все, что вы любите. Начинка эта получается очень-очень вкусная. Несмотря на то, что там мука, сахар и растительное масло, она чем-то напоминает вкус ореха и очень похожа по вкусу на халву. Теперь каждый кусочек теста нужно раскатать в прямоугольную форму. Стол хорошо посыпайте мукой, чтобы тесто нигде не прилипало. Теперь начинку я визуально делю на три части и одну часть выкладываю на тесто. Начинку распределяю равномерно при помощи ложки или можно помочь себе руками. Дальше раскатываю второй кусочек теста, делаю приблизительно такой же размер и выкладываю сверху тесто на начинку. Это тесто получается очень-очень мягкое, поэтому его несложно вот так вот растянуть и поправить все края. Сейчас выкладываю вторую часть начинки, хорошо ее распределяю. Руками можно все вот так хорошо поприжимать и накрываю это все третьим пластом теста. Теперь последний слой начинки и все заворачиваю в рулет. Рулет я делаю не круглый, а плоской формы. Получившийся край я натягиваю на рулет, немного руками, слегка все прижимаю и теперь готовый рулет нужно перевернуть швом вниз. Теперь при помощи скалки вот такими вот движениями аккуратно прохожусь по всему рулету. После этого очень легкими, слегка надавливающими движениями начинаю раскатывать. Делайте это очень аккуратно, чтобы нигде рулет не разорвался. Вот такой вот плоский получается рулет. Теперь я его смажу взбитым желтком. В желток я добавила столовую ложку молока для того, чтобы выпечка не была слишком темной. Теперь рулет осталось нарезать. Его можно нарезать на полосочки ровные. Я сделаю немножко косые надрезы, чтобы лучше были видны слои. Если у вас есть специальный фигурный нож, такой рулет можно нарезать на треугольники. Теперь все кусочки перекладываю на противень. Противень я застелила пергаментом. Его также можно просто посыпать мукой или смазать сливочным маслом. Отправляю противень в хорошо разогретую духовку до 180 градусов. Режим вверх-вниз выпекаю в середине духовки. Время выпекания зависит от вашей духовки. Как только все подрумянилось, можно доставать. Пока у меня все выпекается, я беру 2 чайные ложки меда, разогреваю их в микроволновке и смешиваю с маленьким кусочком сливочного масла. Моя гата готова. Я достаю ее из духовки. Хорошо смазываю каждый кусочек и снова отправляю на 3 минуты в духовку. Теперь остается дождаться, чтобы она остыла и можно пробовать. Эта выпечка получается хрустящей снаружи, немного мягкой внутри. Очень интересный вкус. Если не знаешь, из чего она сделана, то обязательно скажешь, что в начинке есть орехи и халва. Я очень советую вам попробовать приготовить. Это на самом деле очень вкусно. Состав очень простой, доступный. Результат очень хороший. Вот такая вот она рассыпчатая внутри. В общем, пробуйте. Надеюсь, вы будете довольны. Друзья, спасибо, что готовите вместе со мной. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения. Готовьте с любовью, готовьте с удовольствием. Всем пока!